Первый вопрос, да, с какого возраста дети самостоятельно заключают трудовые договоры с работодателями с 16 лет. С 14-летнего возраста они это делают в согласии родителей и в согласии... Но все равно это возможно, просто чтобы мама тоже подписалась. Вот мне было 14, я как раз с согласия устроился на зал. Да, это тоже может быть. В какие условия работодатель обязан заключить трудовой договор, обязан в этом трудовом договоре предусмотреть все те необходимые условия, которые предписаны трудовым законодательством. Здесь ничем подросток не отличается от взрослого человека. Ему работодатель обязан выплачивать заработную плату за отработанное время. Испытательный срок ребенку не устанавливается. Ему обязан работодатель предоставить отпуск в любое удобное время для подростка. И это плюс для наших ребят, в отличие от взрослого, но ребенок здесь более... Имеется в виду все-таки постоянная подработка или вот именно в летний период? То есть за три месяца, если ребенок будет работать, ему положен каждый месяц какой-то отпуск или за три месяца один раз? За каждый месяц два дня. За каждый месяц работы положено... То есть мало того, что он будет отдыхать два дня в неделю, еще потом у него будет в принципе за все лето еще шесть дней, которые он может потратить как хочет. Интересно. Какие виды работы может быть под запретом для несовершеннолетних? Везде ли они могут устроиться? Нет, не везде. Здесь законодатель тоже определил виды работ, где подросток не сможет работать. Это и горный бизнес, это работы, связанные с продажей, потреблением алкогольной продукции, табак, курением и подобные виды работ. И постановлением правительства определены еще более двух тысяч видов работ, на которых... Подросток не может работать. Но все, что 18+, в употреблении, то и, я так понимаю, в распространении. Ну, это тяжелые, вредные работы на производстве, да, на штамповке каких-то изделий, кочегары, конечно, это пекари, да, то есть где подросток может получить травмы. Я был под самым рабочим. Да, это вполне распространенная профессия. Иди туда, принеси это, в общем, а вот на конвейере человек у нас, значит, заболел, давай вставай за конвейер. Нет, к сожалению, это для подростка. Такие времена прошли, тебе просто повезло, иначе на джинсы бы точно не заработал. Да я там скобы на ящик приколачивал, там ничего такого сложного. Кстати, вот насчет заработных плат, есть какой-то обязательный минимум, который можно выплачивать? Или это все зависит от работы? И в среднем есть какая-то статистика, сколько 14-летний, 16-летний может получить за лето? Или нет таких цифр? Ну, мы можем оперировать понятием, как и для взрослых людей, минимальный размер оплаты труда. Если подросток отработал норму времени, установленную для него, и отработал тот необходимый объем работы, которую поручил ему работодатель, то он может рассчитывать на получение этой суммы. Но все оговаривается в трудовом договоре с работодателем. Может больше получить, может меньше, но и если он поработал чуть меньше, чем это было предусмотрено. После рекламы вернемся, еще много нюансов, тонкостей в этой теме. Еще раз у нас в гостях заместитель начальника управления занятостью населения Министерства труда и соцразвития Новосибирской области Ольга Игоревна Лаврова. Обсуждаем летнюю занятость несовершеннолетних. Много очень нюансов и в тех видах работ, которые можно заниматься детям, и в том, что с согласия родителей в 14 лет нужно это делать. И, наверное, объем работы тоже как-то регламентирован, и в том числе количество времени, которое могут проводить на работе. Все зависит от того, когда хочет подросток работать. Если он хочет работать в течение учебного года, подрабатывать после учебы, почему нет, то здесь для подростков в возрасте 14-15 лет он может работать не более 2,5 часов в день. А если это подросток более старшего возраста, 16-17 лет, то здесь уже 3,5 часа. Если же мы говорим о лете, либо каникулах, то там уже в 2 раза больше та временная норма. 5-6 часов, соответственно. 5-7 часов в день он может работать. Ребята, не перерабатывайте, пытаясь заработать больше. Вам, возможно, не заплатят вот эти вот деньги. Да, может быть такое. Вам заплатят столько, сколько вам положено по закону, поэтому работайте в свое время. Это правда? Для того, чтобы все-таки работодатель заплатил, обязательно заключайте трудовой договор. Либо надо прям все прям вот, чтобы досконально там проверить. Да, все должно быть по закону, иначе у вас права могут быть, собственно, ошиблены. Не просто подписывайте, а смотрите, что подписываете. Может быть, вы что-нибудь ужасное подписываете. Какой пакет документов необходим для трудоустройства? Для трудоустройства к работодателю, когда он приходит, естественно, он пишет заявление о приеме на работу. Согласие одного из родителей, согласие органов опеки и попечительства, если до 16-летнего возраста приходит подросток к работодателю. Хочу сказать, что если ребенок обратится за помощью сопровождения его при трудоустройстве центром занятости населения, то в центре занятости он предоставляет паспорт и пишет заявление об оказании ему государственной услуги. То есть, на самом деле, в центре занятости дети тоже могут обращаться, если они хотят подработать летом, но еще не знают, где там, не могут найти и так далее. Ну, плюс такой формы работы центра занятости на период временного трудоустройства будет оказывать материальную поддержку. Она небольшая, 1000 рублей в месяц. Ну, это приятный бонус к основной зарплате. Конечно, конечно. Прекрасно. Ну, и как-то давайте общую такую социальную почву прощупаем, насколько, кроме обязательных критериев, это еще и имеет свой отклик от детей. Насколько им это интересно сейчас, может быть, сравним как-то с прошлым годом, ажиотаж растет или, наоборот, падает? Какие возрасты детей сейчас активнее в том, чтобы именно желать заработать? Может быть, приходят много 12-летних, которые уже тоже хотят работать, да? И куда чаще они устраиваются на работу? Ну, то, что касается 12-летних ребят, у нас такой практики нет. К сожалению, работаем только с детьми уже старшего возраста. Ну, понятно, что им нельзя, но я, как человек, который работал с детьми, знаю, что все равно много раз они спрашивают, а можно? Может быть, все-таки можно? Я хочу сказать, что с 12-летнего на самом деле можно, если это театральная студия, да, и они выступают какими-то, да. Ну, если Яралаш, допустим, приглашает, им же тоже платят, а не актеры. Да, конечно. Да, поэтому это тоже может быть. Но вот на моей практике такого не случилось. То, что касается всех остальных возрастов, ну, у них активность одинаковая на самом деле. Все они хотят помочь своим родителям, заработать свои первые деньги, да, на какие-то гаджеты, возможно, и тратить уже свои, а не из маминого кармана. А какие направления популярнее, у какого возраста, у какого пола, где больше хотят работать девочки, где мальчики, где 16-летние, где 14-летние? Ну, вот здесь, к сожалению, я должна отметить, что в последнее время дети хотят работать не у станка, да, ну, условно говоря, не на заводе руками, да. Мне выбора не предоставили, мне сказали, вот есть место такое, я сказал, окей, все, пойду. Джинсы сильно хотят. Скорее всего, вот они, если бы был выбор, хотели бы работать менеджером, да, офис-работником, секретарем, администратором. Умственный труд проголирует? Ну, возможно, с бумагами, да. Вот. Вариантов трудоустройства на самом деле много. Может быть, курьеры какие-то? Курьеры, да. Да, но вариантов приложения труда тоже достаточно много. У нас в городе Новосибирске была открытая IT-мастерская, где ребята создавали свои сайты, анализировали и прорабатывали программное обеспечение, то есть и такие варианты были. То, что касается подростков, которые живут у нас в сельской местности, там вариантов чуть меньше, это прежде всего благоустройство, да, они делают место, где они проживают, более чистым, более красивым, да, поэтому такие варианты тоже востребованы. Ну, в районах области у них тоже есть возможность обратиться в местные центры занятости, да, и какую-то там поддержку получить. Ну, и так, спрос-то есть вообще? Идут дети, да? Конечно, конечно, есть. Ежегодно порядка 10 тысяч ребят устраиваются. В области? В области в целом, да. В летний период около 7 тысяч ребят работают, поэтому спрос есть. А те, кто подрабатывают вот на протяжении, как вы говорили, учебного года, 2-3 часа в день, их много, и какие это, например, вакансии? Ну, это, соответственно, разница, да, около 3 тысяч ребят работают в течение учебного года, да. Но это архивные работы и работа библиотекарем, те же аниматоры, да, работают в досуговых центрах, те же помощники вожаток, потому что есть у нас детские оздоровительные лагеря, глагодичного действия, ну, это мелкий ремонт, там, в образовательных организациях, где они учатся. Что-то работодатели, которые нанимают несовершеннолетних, они какой-то имеют бонус для себя в этом плане, или, наоборот, какие-то сложности? Что для работодателя значит брать на работу несовершеннолетних? Есть у нас производственное предприятие, которое с охотой берут ребят, они взращивают себе кадры. Это своего рода профориентация, когда они вот с молодых ногтей, что называется, показывают, что такое труд. Это небольшая агитационная деятельность такая, да? Да, да, да. Очень часто родители, которые работают на производстве, приводят своих детей для того, чтобы те понимали, где работают их родители, как достается деньга, и, собственно, потом ребята идут уже целенаправленно учиться. То есть компании реально работают на такую дальнейшую прям перспективу, вот сейчас ему 15, через 3 года только он придет на постоянную работу, и они уже готовы вот так досконально его готовить. А что делать? У нас есть дефицит кадров. Да? Да. Спасибо большое. Желаем этот дефицит в профицит превратить. Нет, не надо, на самом деле. У нас в гостях был заместитель начальника управления занятости населения Министерства труда и созразвития Новосибирской области Ольга Игоревна Лаврова. Друзья, ничего страшного нет в том, чтобы дети попробовали себя в какой-то профессии. Это даже полезно. Конечно, это полезно, полезно. Я говорю, я благодарен этому опыту, который у меня был. Это было классно. Я себя почувствовал человеком. Ольга Игоревна, вы с вами подрабатывали, будучи ребенком? Конечно. Что это было? Я работала в селе, полола капусту, картошку. Я зато потом на даче очень быстро обрабатывала свой участок, почему была бесконечно рада моя мама. Руки-то помню, да? Отренировал. Ну и сейчас вы понимаете, что это было совершенно не зря. Конечно. Сколько зарабатывали? Конечно, не зря. Рублей 200. Ну это были прям очень хорошие деньги. Одежда. Для подростка это было важно. Ну да, я тоже хотел джинсы, но не получилось. Пожалел. Купердяй. Спасибо большое, Ольга Игоревна Лаврова. Спасибо. Спасибо.